Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Вот и подходит к концу 2020 год. Самое время отправляться за праздничным настроением. В этом году в нашей студии были самые разные гости. От властей до представителей сферы культуры, образования и спорта. Но такого гостя не было еще ни разу. У него есть борода и антитела. Прямо как у меня. Сейчас я скажу несколько слов, и вы сразу поймете, о ком идет речь. Кто с огромнейшим мешком через лес идет пешком? Может, это людоед? Нет. В шубу ватную одет, кто зажжет на елке свет? Может, это горсовет? Нет. Кто же это? Вот вопрос. Ну, конечно, Дед Мороз. Здравствуй, Дедушка. Здравствуй, Эдик. Здравствуйте, ребятишки, девчонки, мальчишки, мамы, папы. Ну и, конечно, бабушкам с дедушками. Большой-большой от меня привет. Дорогой Дедушка, перед тем, как мы поговорим с тобой, я напомню нашим зрителям, что смотреть нас можно прямо сейчас. Не только по телевизору, но и в социальной сети ВКонтакте, в группе Сампо ТВ 360. Заходите туда, находите комментарии, задавайте дедушке свои вопросы, а он постарается на них ответить. Ну и просьба лично от меня. Расскажите о том, как вы празднуете Новый год и чего просили у дедушки, когда просили подарки в детстве. А я постараюсь это озвучить в эфире. Так, дедушка, расскажи, пожалуйста, как у тебя сейчас проходит подготовка к Новому году? Ой, Эдик, это отдельная большая история. Конечно же, совсем скоро наступит Новый год. И снежку натрясти надо. Ты видел, что на улицах творится? Снега как ног навалило. Моя работа. Вот. Подарки всем приготовить. Все же еще нужно подготовить, точно расфасовать и разложить, чтобы никогда никакой ошибки не было. Подарков ведь много, как и детишек у нас. Дедушка, а как ты столько подарков перевозишь? О, ну, как тебе сказать. Не то, чтобы это прям тайна какая-то, ну, это все волшебство. Вот. Конечно же, просто так одному мне было бы не справиться. Но у меня и помощники есть, и волшебный посох мне во всем помогает. А кто твои помощники? Можешь рассказать? Ну, ты видел. Есть у меня и гномы, есть моя самая главная помощница. Это Снегурочка моя. Она всегда следит, чтобы я ничего нигде не забыл. Всех вспомнил и всем подарки подарил. Да. А кто-то помогает, может, разносить прям подарки? Или вот как там обращение от ребят и родителей доставить? Конечно, конечно, да. Мне всегда помогают артисты. Они всегда помогают, приходят мне на помощь в Новый год. Наряжаются Дедами Морозами и помогают разносить мне подарки. Да, да. А в Карелии есть какие-то у тебя друзья? В Карелии? Да. Конечно. Да ты их сам наверняка знаешь. Это, ну, давай припомним. Талвиукка есть, Пакайне тоже есть, Морозец. Друг мой Йолупуки в Финляндии тоже иногда забегает ко мне на огонек. Ну, когда подарками надо поменяться или чего-то там непонятно ему. Как, например, подарок называется. Дети же сейчас такие умные стали. Они гаджеты просят. Вот знаешь ли ты, например, как выглядит последняя модель айфона? Нет, вот я ни разу не видел. А я знаю. И уже упаковал кому-то. Да, да, да. А часто просят? Айфон? Да. Постоянно. Да. Ты понимаешь, в связи с тем, что у нас прогресс не стоит на месте, дети все быстрее, быстрее учатся вот этим всем гаджетам новомодным. В компьютерах уже понимают лучше меня. Я уж разобраться не могу. А они маленькие. Бывают уже хоп-хоп-хоп и быстро все находят. Вот так вот приходится, конечно же, следовать такому курсу. А что 10 лет назад, допустим, просили еще? О, 10 лет назад, дай-ка припомнить, плюшевые мишки были. Ой, трансформеры! Вот, да-да-да-да-да. Большой бум был по трансформерам. Все их хотели. Хотели сначала грузовики красные, потом, чтобы это трансформировался он еще в самолет, в истребитель, а потом в роботы, конечно же. Вот такие подарки были. Но всегда, всегда, во все времена дети от меня, конечно, получали сладкие подарки. Шоколадки, конфетки. Ведь когда, как не в Новый год, получать такие вкусности? Дедушка, а вот у моих коллег возник такой вопрос. Чем ты занимаешься до и после праздников? О! Так это же совсем просто. Конечно же, готовлюсь. Посмотри, какая у меня борода длинная. Пока ее расчешешь, только несколько дней пройдет. А то и неделя. Ну и, конечно, подарки готовлю. Иногда смотрю, как дети себя ведут. Поглядываю в окошки, записываю в блокнот специальный. Если вот ты, например, плохо себя повел в этом году, то подарочек тебе минус. Да, вот так вот. Ну, а если потом хорошо себя вел, ну, обратно все возвращаю, конечно. Ну и Новый год, это же волшебный праздник. И подарки получают обязательно все. Наверное, много блокнотов приходится хранить, чтобы за каждым... Нет, нет, что ты, нет, что ты. Он у меня волшебный. Ну и айфон у меня, понимаешь, тоже на помощь мне приходит. А какие самые интересные мероприятия, в которых ты участвовал вот за последний год или, может, за последние несколько лет, о которых ты бы мог рассказать? Ой, ну, знаешь, больше всего мне нравятся уличные гуляния. Ну вот, как, например, у нас сейчас в Петрозаводске украсили площадь Кирова. Вот, расскажи, нравится тебе? Да, конечно. И мне нравится. Красота-то какая! Сколько огоньков волшебных! А юбочка какая на ёлочке! Ну, радует глаз! Мимо пройдёшь, и сразу настроение новогоднее появляется. А мишка разноцветный! Ну, чем не прелесть, а? Вот самый, что именно есть, символ и Карелии, и Петрозаводска, и такой красивый, расписной! Чудо, чудо! Вот это мне больше всего нравится. Ну и, конечно же, уличные гуляния. Очень я люблю, когда большие-большие хороводы вокруг ёлок водят. Ну, ты же знаешь, это моя любимая забава. Ну, и тем более, здесь, в Карелии, это все знают, это мою забаву. Ведь знаешь, как называется хоровод, когда, ну, не замыкают его ещё, все карелы водят. Как? Ну, ну, припомни. На букву. А давай-ка спросим об этом у наших зрителей. Пусть они ответят. На что похож новогодний хоровод в Карелии? Хорошо, посмотрим. К концу, наверное, кто-нибудь ответит. Наверняка, наверняка. Все вспомнят. Вот это вот мое самое любимое занятие. Ну, и, конечно, готовлюсь к следующему Новому году. Игры выучиваю новые. Ведь, опять же, дети всегда хороводы не могут водить. Им и поплясать, и попрыгать нужно, конечно же. Подарки готовлю. Снежинки новые нарезаю. Со снегурочкой обсуждаю, какие подарки в этом году приготовить детям. За новостями слежу, опять же, чтобы где-нибудь что-то новое появилось, и у детей, чтобы такое тоже было. А вот хороводы, они ведь остались, наверное, в прошлом году пока. Как в этом году вот празднуют ребята? Ох, не знаю. Это пандемия, которая на нас свалилась в этом году. Даже не знаю, что с ней делать. Очень надеюсь, что старый год ее вместе с собой заберет. И в новом останутся только самое хорошее, самое приятное. Ну и хороводы, надеюсь, будут у нас. Дедушка, а что говорят тебе дети при встрече, когда они тебя видят? Ха! Ой, дети мне говорят «Здравствуй, Дедушка Мороз!» Или просто молчат некоторые, а поменьше прячутся за маму или за папу, стесняются поначалу, а потом бегут, кричат «Здравствуй, Дедушка Мороз!» «А что ты нам сегодня принес?» Конечно, про подарок все вспоминают в самую первую очередь. Вот какие, сразу в мешок лезут. Ну, нет, в мешок сразу не лезут, конечно, но обниматься обязательно. Да вот только я тоже боюсь детишек крепко обнимать. Вдруг заморожу. Ты уж ешь Дед Мороз и морозить моя основная обязанность. Как и в этом году, кстати. Заметил, как похолодало? Да. Но в новогоднюю ночь я обещаю, что сильных морозов не будет, ну, до минус шести может быть. Да, больше не будет. А зима со снегом будет? Со снегом, да. После новогодней ночи обязательно будет похолодание, чтобы лед встал, чтобы на коньках можно было покататься, чтобы на лыжах можно было прогуляться по лесу, посмотреть, какие елочки, какие деревья в снегу красивые. дедушка, дедушка, тяжело с такой бородой ходить? Тяжело, знаешь, тяжело, ухаживать долго приходится, расчесывать, больно же это все-таки, когда спутается борода за Новый год, ну, и приходится чесать ее долго, но ничего, я потерплю. А дети дергают? Дергают, да. Все постоянно подходит и спрашивает, дедушка Мороз, а ты настоящий? Ну, что ж я могу сказать? Конечно, настоящий. И некоторые эшелоны подходят, дерг, так вот за одну волосинку. Ну, я уж, конечно, не ругаюсь, тем более, да и волос в бороде много на всех, хватит. Почему говорят, что борода из ваты? Ой, это я тебе хочу сказать, из-за еще не так давнего прошлого пришло. Ведь раньше бороды Деда Морозов и Дедов Морозов делали из ваты. Если вспомнишь, наверное, у твоих родителей и у тебя стояла елочка под елочкой такой маленький Дедушка Мороз. Да. Символ Нового Года. И вот как раз у него борода была из ваты. Вот, наверное, оттуда и пошло. Кстати, говорят, что таких Дедов Морозов, какой был у нас пластиковый, вроде бы в кондобоке делали. Я так удивился, когда его слышал. Вот это да. Вот за этим-то я не углядел, конечно. Ну, в принципе, почему бы и нет. Иконы пока тут недалеко, а значит, и где-то в Петрозаводске должен остаться такой Дед Мороз. Дедушка, а как к тебе поступают желания? Это на бумажке, письмо, по электронной почте, по телефону? Сейчас все виды связи используют ребята. Ну, хотя почему, ребята? И даже взрослые письма пишут. А, конечно же, больше всего я люблю получать письма на бумаге. Когда детишки своим почерком, своей рукой пишут, тогда в письме их настоящие желания отпечатываются. Открываю я такое письмо и сразу вижу, вот, Эдик мне вот, например, написал, или Ванечка, или Олечка. Сразу видно все по почерку. В электронной почте тоже приходят, но там как-то быстрее сортировка происходит. По желаниям, кто из ребят что хочет, по телефону тоже звонят, но на звонки в Новый год не отвечать уж, конечно, тяжело. Не успеваю я все. Вот так вот, так что все люди связи используют. Все. Дедушка, а есть ли желания, которые ты не можешь исполнить? Ну, сейчас подожди, подумаю. Да, нет. Все могу. Ничего себе. Да, тем более в Новый год. Вот, снега захотел недавно, о, господи, как что зовут-то? Наташа, по-моему, звали. Да, Наташенька написала письмо, говорит, Дедушка Мороз, как же так? Весь город у меня без снега. Ну, я подсветился немножко, снег-то и набросал. Да, главное, чтобы теперь дороги почистить успели. Да, навали его, дедушка. Расскажи, есть ли такие дети, которые получают подарки быстрее остальных, может, а те, кто хорошо себя ведут? Особенно. Ну, быстрее нет. Быстрее нет. Всегда лучше всего получать подарки в Новый год, потому что под елочкой, когда детишки просыпаются и видят подарки, это же особое волшебство, особая радость, новогоднее настроение. А если получить подарок заранее, это же и неинтересно даже. Что же за праздник-то потом такой? Встанешь вот ты первого января, посмотришь под елочку, а там уже и нет ничего. Дедушка, недавно мои коллеги спрашивали у жителей Петрозаводска, что они просили у Дедушки Мороза на Новый год. Я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Ой, а давай, интересно очень. Есть мнение, что современные дети просят у Дедушки Мороза не куклу, машинку или сладости, а айфон или блютуз-колонку. Мы решили поинтересоваться у взрослых, какими были их новогодние подарки в детстве и продолжают ли они верить в сказочного волшебника. Конечно. А письма ему пишете? Нет. Сейчас нет. А раньше? А раньше, конечно. Вообще, да. Я верю в Санта-Клауса. Хорошие оценки, ну и подарки, вкусняшки. Я очень люблю сладкое. Скорее всего, хотел футбольную форму. Я просила куклу, раскраски. Мой брат постоянно сладости просит, машинки, игрушки из мультиков. Сейчас поколение такое, думаю, телефоны все больше, планшеты или какие-нибудь гаджеты. Поспать. Попросил бы, чтобы все люди теплее были друг к другу. Чтобы Путин всех вакцинировал. Наши коллеги-журналисты также поделились, чего желают к 2021 году. Набор ручек хороших или карандашей. Сейчас я бы попросил еще одного динозавра, которых у меня уже несколько. Обожаю их. Побыстрее закрыть уже этот 2020 год и никогда больше его не распаковывать. Если вы хорошо себя вели, но еще не написали письмо с просьбой или пожеланием, то уже пора. Отправить его можно в Вологодскую область, город Великий Устюг, Деду Морозу. Только не забудьте указать на конверте обратный адрес. Вот такие у ребят были пожелания. Ой, мне очень понравилось. В том числе у меня вот такие корыстные дынди хочет. Они вон хотят, чтобы коронавирус закончился. Вот, да. А больше всего мне понравился мальчик, который хотел, чтобы люди друг другу теплее были. Ведь в этом, наверное, и есть моя основная задача. Когда приходит праздник, чтобы у людей было праздничное новогоднее настроение, они друг другу были добрее, светлее, теплее, чтобы любили друг друга, чтобы в мире жили и согласии. Дедушка, коллеги мне подсказывают, что отгадали, что это за хоровод карельский. Как я мог забыть? Пишут в комментариях, что это круга. Конечно, 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 круга. Ведь когда все вместе встают в большой хоровод или в кругу, тогда же и настроение у всех сразу поднимается, когда мы все вместе. Силища-то какая, а? О песне петь. Кстати, моя любимая песенка, помнишь? Как называется? Я не помню. Наверное, в лесу родилась елочка. Вот, правильно, в лесу родилась елочка. А как ты думаешь, есть ли автор в этой песне? Мне казалось, она народная. А вот ты и нет. Написала эту песенку в далеком 1902 году. Так думала. Да, более ста лет назад. Замечательная поэтесса. Лариса, может быть, припомнишь ее фамилию? Кудашева. Кудашева, точно. Вылетела себе. А музыку к этой песне написал Леонид Бекман. И вот потом уже в 1924, а далее в 1935, эта песенка и стала такой популярной и самой-самой новогодней. Вот так вот. Дедушка, такой короткий вопрос. Нас, как журналистов, мучает. Сколько тебе лет, мы хотим узнать? О-о-о-о. Ну, ты знаешь, наверное, я тебе и не скажу. Почему? Вот. Потому что лет мне столько, сколько природе лет. сколько морозу лет, сколько лет ветру, сколько лет солнцу. Вот и считай. Ничего себе. Так не посчитаешь и правда. Вот так вот. Дедушка, я предлагаю тебе небольшую игру. Я буду задавать короткие вопросы, а твоя задача коротко отвечать. О-о-о. Зрителям будет интересно и тебе Ну, давай попробуем. Про любимую новогоднюю песню мы говорили. Да. Тогда я спрошу тебя, какой у тебя любимый новогодний фрукт? Любимый мандалин, конечно же. Почему? Потому что ты сам сказал, что короткая игра. Справедливо, справедливо. Любимая новогодняя сказка? Морозка. Тут тоже вопрос, почему нельзя задавать. Кто твой лучший друг? Мой лучший друг? Мой лучший друг это все дети. Потому что они самые открытые, самые честные, самые добрые. И всегда в них есть любовь и понимание. Такой популярный вопрос. Кем тебе приходится Снегурочка? Так внучка моя. Внучка. Так она тоже лучший друг тогда, да? Снегурочка, конечно. А кто ты думаешь снежинки вырезает со мной вместе? Конечно. Все при делах. Чем она занимается в быту? Снегурочка? Кроме того, что снежинки режет. Она их еще вяжет. Вяжет? Из чего? Как из чего? Из сосулек, из снега, из тоненькой морозной нити. Ну и еще и носки, конечно, мне подвязывают иногда, чтобы в валенках-то, в сапогах удобнее было. Дедушка, кто украл Рождество? У кого? Что ты, что ты? Ну кто же может украсть Рождество? Никто, как и праздник Новый год. Ведь праздник, он же никак его, он как-то нематериальный, его нельзя взять и забрать себе. Праздник, он всегда праздник, он внутри. Дедушка, время наше эфирное, к сожалению, подходит к концу. Я попрошу тебя обратиться к ребятам, к внучатам, взрослым, дедушкам, бабушкам и поздравить их с Новым годом. Ой, хорошо. Дорогие мои, ребятишки, девчонки, мальчишки, мамы, папы, бабушки, дедушки, в общем, все-все-все. Поздравляю вас с наступающим новым 2021 годом. И 20-й год был неплох, хотя, конечно, много интересного и необычного принес он нам. Но пусть новый будет лучше. Красивее, интереснее, теплее и добрее. И я желаю, чтобы вы эту доброту, теплое и новогоднее настроение долго-долго хранили у себя в душе, в своих сердцах. С Новым годом! Спасибо, дедушка. На этом все. С вами была программа «Тема дня». Ведите себя хорошо и отмечайте праздники. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова